Приветствую вас на канале Корея Близко. Покажу Kia Carnival 3-го поколения, который был выкуплен на вчерашнем автомобильном аукционе Lotte для нашего клиента из Екатеринбурга. Автомобиль грязный, что называется беспрекрас. Покажу его в том состоянии, в котором он прибыл с аукциона. Лот 11.95. Вчерашняя дата. Стартовая цена 15 миллионов 600 тысяч корейских вон. У автомобиля окрас правой задней двери, правого заднего крыла. И он был выкуплен за 17,5 миллионов вон. Плюс 2,2% комиссия авто аукциона. Расходы в Корее. Доставка на пароме до Владивостока. Мы поменяли здесь масло в автомобиле с фильтрами. Итого, стоимость с доставкой на пароме до Владивостока 22 миллиона корейских вон с нашей комиссией. Плюс таможенная очистка. Расходы брокера. Расходы во Владивостоке. ЖД доставка в контейнере до Екатеринбурга. Итого, по текущему курсу в рублях на 4 апреля 2023 года. Итоговая стоимость, в которую он обойдется для клиента, примерно 2 миллиона 150 тысяч рублей. Замятие на водительской двери от соседнего автомобиля, вероятно, во время парковки. Окрас этих двух элементов. Состояние колес. Выработки нет совершенно никакой. Штатный размер шин в этой комплектации 235-60 на 18. Шины одного бренда. Бывает так, что при износе меняются парами. Левое заднее колесо. Правое заднее. На правом переднем есть небольшие притертости. Пробег 75283 километра. Безусловно, салон нуждается в химчистке, но на этом пробеге, на боковой части водительского сидения, нет никаких заломов и трещин. Это самая простая комплектация лакшери с опциональными электродверями. И есть климат-контроль. Но комплектация лакшери в базовой версии может быть без электродверей и климат-контроля. С простым кондиционером. Салон со стороны правого переднего пассажира. Кое-где еще остались заводские пленки. Потолок чистый. Меню с завода на корейском и английском языке. Это мультимедиа может перепрошиваться на русский язык, но это сделает уже новый владелец, если посчитает нужным. Камера заднего вида. В комплектации лакшери нет вентиляции правого переднего сидения. Нет электрического стояночного тормоза. Крульц-контроль. Мультимедиа на руле. Руль тоже не требует перетяжки на этом пробеге. Бывает, что корейцы устанавливают на эти места такие крутилки. Но здесь повезло, крутилка не устанавливалась и после ее снятия остаются на руле следы. Заглушки. Если бы это была комплектация Nobles, Nobles Special. Глубый контроль полос. Датчики слепых зон. Розетка 220 вольт. В лакшери регулировки сидения механические. Шторок сеток на окнах нет. Подкапотное пространство. Двигатель не мылся. Болты не снимались. Ставилась задача вписаться в минимальный бюджет, который возможен по этой модели в таком состоянии пробеги и комплектации. Если вы заинтересованы в приобретении подобного автомобиля, а также любых других, напрямую скорее с честным пробегом, по честной цене, обращайтесь к нам. Контакты в описании под этим видео и на нашем сайте koreablisco.ru Благодарю за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...